Есть все признаки того, что в Латвии, в Рижском районе Дарзене, действует преступная группировка браконьеров, охотников за ценной рыбой. Сейчас в Даугаве лосось идет на нерест, но большую часть вылавливают браконьеры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В разговоре с Александром владелец сетей, охранявший их на резиновой лодке, признается, что занимается незаконным ловом. Я его спросил, его ли это хозяйство. Он сказал, что да. Я немножко завозмущался, потому что сети стоят достаточно плотно, без маркировки. Я ему спрашиваю, почему без маркировки, и почему здесь стоят китайские сети. Говорю, это все твое? Да, это все мое. Я говорю, ну, нецензурно выражаясь, начал с ним беседовать. Он мне пояснил, что у него нет работы на данный момент, и чтобы не идти воровать, он вынужден ставить сети. Это участок реки Даугова в Рижском районе Дарзине. Справа от меня находится Рижская ГЭС. Балтийский лосось заходит сюда, упирается в Рижскую ГЭС и начинает здесь кружиться. Его добывать имеют право три легитимные группы. Первое – рыболовы-любители-спиннингисты. Второе – подводные охотники. И третье – промысловые рыболовы, которые обладают лицензией Института пищевой безопасности БИОР. На этом все. В паре километров отсюда Саласпилское самоуправление когда-то продавало лицензии рыбакам-любителям на ловлю лососи-спиннингом. С 2016 года процесс продажи разрешений был прекращен. Интерес сошел на нет. Рыболов-любитель Роберт Лебедев предполагает, почему у самоуправления загнулся бизнес по продаже лицензии спиннингистам. Даже если вода есть, а рыбу выгребают браконьеры по ночам, то логично, что здесь никому из нас и спиннингистов делать абсолютно нечего. В конечном итоге балтийский лосось, добытый в Дарзине, оказывается здесь, на центральном Рижском рынке. Его цена за килограмм мяса достигает 30 евро, а килограмм икры стоит до 120 евро. Таким образом, получается, что за одну примерно 6-килограммовую рыбу браконьер может получить доход до 400 евро. Это в оптовых ценах. Здравствуйте. Это у вас балтийский лосось, да? Да. А он где пойман? Ладно. Здесь там все написано. Балтия, съедшая, донес. А чем пойман? Тыклеем. Тыклеем? В Даугаве? Руками. Ну а как еще? На удочку? Нет, но просто в 2004-х годах долга я не взяла и с сетями. Есть разрешение. Есть разрешение. Люди многие покупают. Бакшки-плеяки есть такие, которые покупают разрешение и имеют право на выловку. На определенное количество рыбы и на определенное место, где они могут ловить. Да, продавец абсолютно права. Такие рыбаки есть. Это три промысловые рыболовецкие компании, которые сотрудничают с Институтом пищевой безопасности БИОР. Вот только лицензия на ловлю лосося у них открывается с 10 октября. На нас всегда грешат, что мы ловим, ставим сети, бережья, полная рыга и так далее. Ну, посмотрите, мы сейчас рыбу даже не начали ловить. Мы начинаем это, в принципе, произойти, ловить с 10 октября. А сети стоят. По словам Иварса Путвикиса, в прошлом году, когда лосося было мало из-за низкой воды, официальной компании добыли 10 тонн лосося. Сколько его добывают браконьеры, не знает никто. На этой карте видно, что в месте, где кружится лосось, сходится граница трех самоуправлений. Рижского, Саласпилского и Кековского. И это тоже отдельная проблема. Несмотря на общий запрет ловли сетями в Даугове, самоуправления имеют право выдавать специальную лицензию для коммерческого лова миноги. Два самоуправления щедро выдают лицензию на сети. Рижское самоуправление выдало 15 разрешений на миножные сети, Саласпилское – 16 и только Кековское на две мережи. Получается, что в Дарзине можно поставить законно 31 сеть, длина которой не ограничивается законом, только толщиной ячейки, которая составляет 14 миллиметров. В таких условиях редкий лосось доберется даже до лицензионной сети партнеров Института Биор. На этом видео – миножная сеть. В ней барахтается крупный жерех. На его месте мог быть лосось. Программа «Личное дело» попыталась отправиться в рейд с правоохранительными органами в район Дарзине. Однако инспекторы сектора по контролю за ресурсами Государственной службы среды под различными предлогами уклонялись от поездки в этот район Даугава. Предложили проконтролировать Гаую. Мы согласились и показали инспектору видеосетей, запечатленных в Даугаве. Да, да, да. Ну, да, да, лелас, лелас адс, да. А что не дрейкс, да? Не. Ну, венегай, что бред, ну, как божено 10 октября, отлявц, лащий вайсельник, Гегову. Андрис Страутенч пояснил, что бороться с браконьерами в Дарзине очень сложно, поскольку они прекрасно оснащены. Я сам с этим сталкивался. Много лет назад мы сидели в засаде возле Рижской ГЭС на острове Зырню. И только потом мы узнали, что они увидели свою термокамеру, что мы сидим в засаде. Действительно, в этом районе на Даугаве высокий обрывистый берег. Вся акватория как на ладони. У браконьеров работает разведка, они оснащены по последнему слову техники. Личное дело получило ответ от госслужбы среды о том, почему они не контролируют район Даугавы в Дарзине. В этом месте регулярно патрулирует полиция Рижского самоуправления. Чтобы эффективно использовать ресурсы и не дублировать контроль, госслужба среды больше проводит рейдов возле островов Зырню и Доле. В прошлом году в Дарзине госслужба среды составила два протокола за незаконную ловлю лосося. В позапрошлом задержанных было трое. Сейчас с полицией и самоуправлением мы отправимся на поиски браконьеров. Вот на этой вот лодке. Отплываем около 10 вечера. Проверять информацию, добытую еще одним подводным охотником, о нелегальных сетях на стыке рек Даугава и Сауса Даугава. По ходу рейда выясняется, что инспекторы часто видят браконьеров, которые выгружают добычу на Кековском берегу Даугавы, но не могут их схватить. Это проблема юрисдикции. Мы нарушаем собственные юридические правила. На чужой территории полиция Рижского самоуправления не имеет права оформлять задержание. А коллеги из сопредельных самоуправлений, по словам инспектора, реагируют довольно вяло. Насколько долго это будет происходить, я не могу вам сказать. И вообще, приедут ли они. Но реагировать им нужно в любом случае. Вскоре находим браконьерскую сеть. Метров 50 длиной. Выпускаем из нее парочку рыб. До Дарзини на лодке мы также не добираемся. Полиция самоуправления на моторной лодке туда не ходит. Сложный фарватер. Много отмелей. Только на трафарированной машине. Что также малоэффективно. Все? Работа сделана? Почти. Ее надо еще упаковать и приложить к ней документы. Одна из сотен браконьерских сетей будет уничтожена. Но браконьерский сезон на Даугаве только начинается. Сейчас в реку зашли только первые лососи. Скоро их начнут вылавливать тоннами. Правда, не те, кому это разрешено по закону. Руководитель рыбного питомника Ивер Спутвикис считает, что для уничтожения браконьерского заповедника на окраине Риги необходимо сплотить силы не только правоохранительных органов. Я думаю, что должна участвовать налоговая служба, полиция, рыбоинспекция. Как-то совместно взяться за это дело и привести это все в порядок. Потому что действительно ситуация довольно ненормальная. Личное дело Даниила Смирнова. Латвийское телевидение.